Добрый день! В эфире Илья Вунг Тиви. У нас в гостях эксперт по международным отношениям, политолог Григорь Баласанян. Армения и Азербайджан сейчас не близки к подписанию мирного договора. Армения и Азербайджан близки к подписанию одностороннего договора, который может быть только капитуляцией. Здесь не вижу тенденции углубления отношений с Европейским Союзом. Нет таких углубленных отношений с ЕС. Никаких действующих договоров не подписано с ЕС в плане экономических отношений, в плане инвестиций. То, что мы видим, это требования ЕС как можно больше навредить арменно-российским отношениям. Это две разные вещи. Корпорация РЕНД из Соединенных Штатов открытым текстом говорит, что Армении не нужно выходить из УДКБ, не нужно сорвать отношения с Россией, потому что другого варианта обеспечения безопасности Армении просто не существует. Те сказки, о которых говорят, что нас ждет блестящее европейское будущее, это просто сказки. Такое во время Майдана говорили украинцам. Те пирожки, которые раздавались украинцам, сейчас от этих пирожков пахнет кровью. И мы должны все это видеть, понимать, что ждет Армению, если, не дай бог, Армения решит пойти по пути Украины. — Добрый день, господин Баласанян. Спасибо, что приняли приглашение и пришли в нашу студию. Господин Баласанян, вот сейчас 5 апреля ожидается встреча в Брюсселе главы Еврокомиссии, госсекретаря США и премьера Армении. Об этом много обсуждений. Как вы считаете, чего ждать от этой встречи? — Я думаю, для Армении ничего хорошего, потому что это не первый случай, когда Европейский Союз и США пытаются играть значимую роль в регулировании армяно-азербайджанских отношений и подписании мирного договора. Я предполагаю, что главной темой будет именно подписание мирного договора, потому что на сегодняшний день определенных экономических интересов ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки в нашей республике не имеют. Более того, США даже не смогли уберечь и обеспечить безопасность своих предпринимателей, которые хотели строить завод возле армяно-азербайджанской границы на направлении в Арадской области. То есть сейчас, я думаю, главной темой будет подписание мирного договора или возможное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, как было всегда, попытаются уговорить Армению пойти на уступки, потому что эта тенденция продолжается, начиная с 2022 года. При каждой встрече, после каждой встречи Армения идет на уступки. И я думаю, что эта встреча не будет исключением. И хорошего нам, наверное, от этой встречи ждать не надо. Вот Азербайджан в связи с этой встречей тоже выдвинул обеспокоенность, что эта встреча может подтолкнуть Армению к дестабилизации ситуации в регионе. Может ли как-то эта встреча дестабилизировать или как-то быть не на руку Азербайджану? Я не думаю, что эта встреча будет не на руку Азербайджану. Почему? На сегодняшний день США и ЕС имеют свои колоссальные экономические интересы в Азербайджане. То есть, если бы речь шла о том, что Европейский Союз и США выступают одним фронтом против Азербайджана на стороне Армении, то утверждения Баку могли бы иметь определенный смысл. Но на сегодняшний день всем понятно, что США и Европейский Союз не пойдут против Азербайджана, так как визит генсекретаря НАТО Стоктенберга в Азербайджан показал, что для них, для коллективного Запада самое главное — это обеспечение энергоресурсами стран Европейского Союза и НАТО. Поэтому обеспокоенность Азербайджана, я думаю, что зря Баку беспокоится. Это первый вариант. И второй, я могу предположить, что здесь идет определенная игра, уже обговоренная США, ЕС и Азербайджаном, в плане того, что Азербайджан будет попытаться использовать всякую возможность для начала военных действий против Армении, потому что Азербайджан понимает, что руководство Армении не может пойти на односторонние уступки, потому что это приведет с собой реакцию внутри Армении, а это не нужно Азербайджану, потому что если будут какие-то внутренние процессы Армении, то это может привести, например, к смене власти, а это уже может для Азербайджана обернуться серьезной проблемой. Поэтому это все домостно. Азербайджан использует и будет использовать всякую возможность для того, чтобы говорить, что Армения будет начинать военные действия и так далее и тому подобное. Ну вот Азербайджан, Ильхайм Али, в частности, заявляет, что сейчас Армения и Азербайджан ближе всего находятся к миру, чем когда-либо. Считаете ли вы, что мы близки к подписанию какого-то мирного договора, или все же военная угроза больше сейчас? Я думаю, что Армения и Азербайджан сейчас не близки к подписанию мирного договора. Армения и Азербайджан близки к подписанию одностороннего договора, которое может быть только капитуляцией. Потому что когда Азербайджан и в-третьих, у Армении и у Азербайджана разные представления о мире. Что для Азербайджана мир? Для нас это капитуляция. То есть если Ильхам Алиев думает, что мы должны все свои позиции сдавать, только чтобы он утром не проснулся ни с той ноги и начал войну, ну это не пройдет, я думаю. Мы не видим со стороны Ильхама Алиева действующих шагов, направленных на то, чтобы действительно заключить взаимовыгодный и взаимоприемлемый мирный договор и вопрос закрыть. Мы видим, что каждый день Алиев про руководство Армении, про народ Армении, то, что говорит, это не приведет к подписанию мирного договора. Плюс к этому, те зверства, которые на сегодняшний день делают азербайджанские солдаты на Арцахской земле, говорит о том, что Алиев не то, что не готов к мирному договору, не то, что Армения и Азербайджан находятся очень далеко от мирного договора, а Алиев вообще не хочет подписания мирного договора. Для него такой тематики нет, не существует. Здесь одна тематика – капитуляция и только капитуляция Армении. Ну вот сейчас премьер Армении Пашинян разъезжает по селам, в том числе Тавушу, который собирается сдать. Это четыре села, которые, как он говорит, не являются армянскими. И вот с этим макетом карты, вот после сдачи так называемых анклавов, будет ли наконец подписана капитуляция или что-то? Или Азербайджан все равно что-то будет требовать? Азербайджан не остановится, потому что если Армения вернет эти территории, то армия Азербайджана будет иметь возможность выхода на оперативный простор, а там уже два направления – Лоры и Тавуш, Глуб Тавуша. Азербайджан не уступит этой возможности. Плюс к этому. Через эти территории проходит газопровод Моздок-Армения, Моздок-Иреван. Если эти территории перейдут под контроль Азербайджана, то это означает, что прогресс вообще-то можно забыть. «Иранский газопровод не может обеспечить нужды Армении, потому что, во-первых, маленький, диаметр газопровода очень маленький, во-вторых, этот газопровод не для обеспечения Армении газом, это газопровод для обеспечения Ирана электроэнергией». Это две разные вещи. И Иран, если мы думаем, что пойдет на то, чтобы увеличить поставки Армении, увеличить поставки газа, Иран на это тоже не пойдет, потому что у него есть свои геополитические интересы, и там, где есть интересы других геополитических игроков, Иран всегда очень тонко работает и пытается не войти в конфликт с этими геополитическими центрами. — На фоне такой сложной ситуации мы видим изменения внешней политики Армении, что Армения сейчас углубляет отношения с ЕС, и против России постоянные выпады в плане обвинения в том, что и Россия, и ОДКБ не выполняют свои функции, взятые на себя обязательства. — К чему в целом приведет выход Армении из ОДКБ, что мы сейчас наблюдаем, и вообще такое сближение с Евросоюзом? — Во-первых, я здесь не вижу тенденции углубления отношений с Европейским Союзом. Нет таких углубленных отношений с ЕС. Никаких действующих договоров не подписано с ЕС в плане экономических отношений, в плане инвестиций. То, что мы видим, это требования ЕС как можно больше навредить арменно-российским отношениям. Это две разные вещи. То есть, альтернативы как таковой ЕС не то, что нам не предлагает. В планах ЕС нет предложений Армении каких-то альтернатив в плане экономической безопасности, в плане физической безопасности. И то, что говорят определенные круги, провластные круги Армении, я не знаю, что они имеют в виду, когда говорят, что мы углубляем отношения с Европейским Союзом. От нас, Европейскому Союзу, нужно лишь одно – антироссия. То есть, антироссийская Армения, которую они могут использовать для своих геополитических интересов. На днях высокопоставленный чиновник из Европейского Союза Жорзе Боррель говорил, что мы не пойдем умирать за украинцев. Планных у нас нет такого. Мы просто там защищаем интересы Европейского Союза и США. Здесь они также будут действовать по той же логике. Они будут защищать только национальные интересы США и Европейского Союза. А что касается Армении и отношений с Европейским Союзом, ну, они как были, так и остаются, я думаю, ни лучше, ни хуже. Но здесь самое главное – сделать все с нашей стороны, чтобы нас не втянули и не превратили Армению во вторую антироссию, как было с Украиной. Потому что ничем хорошим это не закончится. Более того, определенные экспертные круги Европейского Союза говорят, что в планах ЕС не входит расширение своих границ безопасности и включение туда Армении. Корпорация РЕНД из Соединенных Штатов открытым текстом говорит, что Армении не нужно выходить из УДКБ, не нужно сорвать отношения с Россией, потому что другого варианта обеспечения безопасности Армении просто не существует. То есть они сами, и европейцы, и американцы, открытым текстом это нам говорят. Если Европейский Союз хочет углубления отношений с Арменией, то здесь мы должны видеть инвестиции, здесь мы должны видеть те договора, которые позволят нам наращивать экспорт в европейский рынок. Нету такого и не может быть. Молдова попыталась что-то там подписать с Европейским Союзом и увеличить свой экспорт. Где сейчас находится Молдова, где сейчас находятся молдавские продукты, вино и фрукты? В Молдове. Потому что никому они не нужны. Европейский Союз сам сейчас имеет очень большую проблему с украинскими товарами. Что будет, если, например, армянские товары попытаются войти в европейский рынок? Просто закроют и все. То есть, альтернативы экономической, физической безопасности, экономической безопасности, энергетической безопасности просто нет у Армении. Это нужно понять наконец. И это нужно объяснить нашим согражданам. Потому что те сказки, о котором говорят, что вот нас ждет блестящее европейское будущее, это просто сказки. Такое во время Майдана говорили украинцам. Те пирожки, которые раздавались украинцам, сейчас от этих пирожков пахнет кровью. И мы должны все это видеть, понимать, что ждет Армению, если, не дай бог, Армения решит пойти по пути Украины. Ну вот, по поводу втягивания, например, вот спикер парламента Ален Симонян заявлял, что Армения всегда шла по пути в ЕС и что Армению втянули в другую структуру Евразийский экономический союз. Как вы прокомментируете это заявление? Я не знаю, откуда взял Ален Симонян то, что Армения всегда шла по пути вступления в ЕС. В приоритетах внешней политики Армении никогда такого не было. Это во-первых. Во-вторых, если говорят, что Армения всегда шла по пути вступления в ЕС, и когда, в частности, Ален Симонян говорит, что наша главная задача – это быть членом Европейского Союза, другой высокопоставленный чиновник, министр иностранных дел Армении, Анат Мердзян, говорит, что целью Армении не является членство в НАТО. Здесь получается определенный казус, потому что невозможно быть частью или членом Европейского Союза без вхождения в НАТО. Единственная страна, которая имеет определенные привилегии – это Турция, но здесь важнейшую роль играло стратегическое местоположение Турции. Но если Армения хочет быть членом Европейского Союза, она должна войти в состав НАТО. Но на сегодняшний день руководитель МИДа Армении говорит, что перед Арменией такой задачи не ставлены. Здесь уже, как я уже сказал, получается казус, и было бы желательно, если бы внутри правящей элиты, внутри правящей партии определились, куда хочет идти Армения, а куда не хочет. А официально об этом Армения никогда не говорила. Ассоциация с ЕС – это не означает членство в ЕС, это две разные категории, две разные направления. Да, можно быть ассоциальным членом Европейского Союза, но не быть членом ЕС. Палестина давно имеет, Турция очень давно имеет договор об ассоциации с Европейским Союзом. Турция является членом ЕС? Нет, конечно. Потому что перед тем, как начинают говорить о внешнеполитических направлениях и внешнеполитических задачах Республики Армении, наверное, нужно немножко прочитать или пройтись по истории тех государств, которые уже имели этот статус. Но куда они сейчас находятся, где они, где Европейский Союз, это невооруженным глазом тоже видно. Но сейчас обсуждается именно становление членов кандидаты в Европейский Союз. Это предполагает выход из Евразийского Союза для Армении. Что тогда будет с экономикой Армении? Ничего хорошего не будет для экономики Армении, потому что на сегодняшний день экспорт из Армении в Россию в Евразийский экономический союз составляет порядка 6,5-7 миллиардов долларов. В Европейский Союз 2-2,5. И то мы экспортируем туда руду. То есть наш коньяк, наши напитки, наши сельскохозяйственные товары, все идет в Евразийский экономический союз и идет в Россию. Более того, в России и в Евразийском экономическом союзе проживают порядка 4 миллионов армян. Сколько миллионов армян проживает в Европейском союзе? Максимум 1 миллион. Сколько трансферов мы получаем из Евразийского экономического союза? Порядка 1,5-2 миллиарда долларов в год. Сколько мы получаем от Европейского союза? Максимум 500 миллионов. Максимум. Потому что если граждане Армении или армяне по национальности, они отправляют из России постсоветского пространства, в основном своим родным, своим семьям, то из Европейского союза мы не видим такой тенденции. То есть отправляют, но не так, как отправляют из ЕС. Поэтому 10 раз, наверное, нужно подумать перед тем, как говорить, что мы можем выйти и жить без привилегий, которые нам дает Евразийский экономический союз. Более того, когда мы говорим о том, что Европейский союз нам поможет выделить гранты и так далее и тому подобное, Европейский союз в 2017 году выделил нам 200 миллионов евро на то, чтобы Армения отказалась от атомной энергии. Армения сама по себе не может построить ни один энергоблок, потому что для этого тебе нужно иметь разрешение от, так сказать, атомного клуба. Такого разрешения тебе никто не даст, если ты не будешь этого делать или попытаться это делать через те страны, которые являются членами этого атомного клуба. Кто даст Армении возможность построить свою атомную станцию? Никто. Уран. Кто будет поставлять? Никто. Поэтому, наверное, нужно 10 раз подумать перед тем, как говорить об этом. И более того, с 2000 года Грузия является кандидатом членства Европейский союз. Что получила Грузия? Где сейчас находится Грузия? Где сейчас находится Армения? Я не думаю, что Грузия в разы впереди Армении в экономическом плане ничего подобного. Ничего подобного. Вы возьмите экономику Грузии, экономику Армении, просто сопоставьте цифры, вам будет понятно, где что находится. То есть говорить о том, что безвызовый режим будет и так далее и тому подобного и этим заинтересовать народ Армении, я думаю, тоже неправильно. Потому что и так, кто имеет возможность посетить Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, 95% они удачно получают визу. То есть здесь говорить о том, что вот будет безвызовый режим и что? Что это даст экономике Армении и простым жителям Армении, которые еле-еле сводят концы с концами, которые выращивают свои фрукты, свои овощи, экспортируют в Россию и целый год живут этим. Экспортируют сухофрукты в Россию, целый год живут этим. Вы подумали об этих людях? Ведь не все хотят в Европейский союз и не все вообще понимают, что такое Европейский союз. И вообще надо нам говорить о том, что нам нужно в Европейский. Пускай европейцы живут своей жизнью, мы должны жить своей жизнью. Тей жизнью, которая нравится большинству жителей Армении и обеспечит нашу экономическую, физическую безопасность. А вот в плане экономики, как отразится то, что с 1 апреля в Армении перестанут обслуживать карты мир российские, как это скажется на армянской экономике? Очень плохо. Я не экономист, но сколько я слушаю своих коллег, докторов, серьезных экспертов по экономике, все в один голос говорят, что это решение, это губительно для экономики Армении. Потому что те средства, которые тратятся внутри Армении туристами из Российской Федерации, они уже не будут иметь возможность использовать свои карты, карты мир на территории Армении. Кто от этого будет в выигрыше? Точно не Армения. И точно не народы Армении, которые работают на местах, которые имеют занятость в туристических сферах, сферах обслуживания и так далее и тому подобное. Это особенно касается жителей не Еревана, а остальных марзовых городов Армении. Потому что они каждый день общаются с туристами и они имеют выгоду от общения с этими туристами. Если карта мир не будет работать на территории Армении, плюс к этому альтернативу нам не предлагают. То есть что будет, если, например, ну понятно, Запад давит на Армению, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям и запретила карту мира. Грузия, которая находится на сегодняшний день в состоянии войны с Россией, и то Грузия не присоединилась к этим санкциям. Потому что грузины поняли, что это не в интересах, особенно не в экономических интересах Грузии и грузинского народа. Куда мы идем? Зачем мы это делаем? Ну, наверное, этот вопрос нужно задать тем чиновникам, которые непосредственно занимались этим решением и запретом карты мира на территории Армении. Я думаю, что это, безусловно, скажется и на армяно-российских уже очень сложных отношениях. Ну вот еще один недружественный шаг в армяно-российских отношениях. Это вот на днях уже произошел запрет трансляции передач Владимира Соловьева. Как вы думаете, почему запретили Соловьева? Неужели власти опасаются того, что говорится во время его передачи? Смотрите, самое главное, нужно разделить власть и армянский народ. То есть, то, что говорит Соловьев, он не говорит против армянского народа. Более того, Азербайджан обвиняет Соловьева в армянофилии. То есть, что Соловьев защищает только армян. Другой большой друг армянского народа, вход которого запретили в Армению, бывший депутат Государственной Думы Затулин. Тоже является другом армянского народа, большим другом. Но так как они имеют другое представление и другое мнение о властях, то есть не нужно здесь путать власть и народ, власть и республику. Потому что уже не 14-й или 15-й век, и у нас нет, наверное, новых людовиков, когда говорили, что закон — это я, и государство — это я. Не вы государство. Государство Армения должно дорожать своими отношениями со своими друзьями, где бы они ни находились. Во Франции. Ведь это не только дело в российских экспертах. И во Франции, и в США, и в России, и в Европе вообще. Есть люди, которые имеют отдельное отношение к Армении, отдельное отношение к некоторым представителям властей Армении. Это разное. И здесь, наверное, перед тем, как принимать решение, нужно было задуматься, а зачем мы это делаем. То есть, что говорил Соловьев, что было ненужное слушать армянскому зрителю. Если мы найдем этот вопрос, вернее, ответ этого вопроса, мы и поймем, зачем было принято это решение. И вот еще последний вопрос. Вот сейчас объявили о выводе пограничников, российских пограничников из Вартноца. Возможно ли, что в дальнейшем также попросят выводы российской военной базы, вообще из Армении, и к чему это приведет? И также вот политика Армении по диверсификации военно-технического сотрудничества и сфере обороны. Вот как вы это все прокомментируете? Ну, что касается пограничников, я ничего исключать не могу в этой ситуации, потому что каждый день идет нарратив определенными провластными экспертами о том, что 102-я база мешает. Кому она мешает? Ну, понятное дело, что кому-то она мешает. Тем кругам, которые заинтересованы в выводе 102-й российской базы. То есть, понятное дело, что 102-я военная база стоит на перекрестке геополитических интересов сверхдержав. Поэтому 102-я база стопроцентно кому-то мешает. Но она не мешает Армении, не мешает армянскому народу. Более того, обеспечивает безопасность армяно-турецкой границы. И на сегодняшний день Армения не имеет просто возможности заменить 102-ю военную базу своими пограничниками. Потому что, ну, физически мы не можем обеспечить эту границу. Это во-первых. Во-вторых, эта граница является внешней границей СНГ. Не только это армяно-турецкая граница, а внешняя граница СНГ. То есть, что получается? Армения должна выйти из СНГ? К этому мы идем. То есть, мы планомерно пытаемся повторить те шаги, которые сделала Грузия, сделала Украина. Где сейчас эти государства и что они вообще получили? Грузия потеряла свои территории. Украина потеряла свое государство. Потому что то, что на сегодняшний день называют Украиной, это образование в каких-то определенных территориях. Потому что Украины, как таковой, больше нет. Что касается военно-технического сотрудничества. Да, безусловно, нужно диверсифицировать военно-техническое сотрудничество со всеми странами, где и откуда можно приобрести оружие. Но не за счет одного, за счет другого. Это крайне опасно, потому что это приведет к дисбалансу сил в нашем регионе. А это, безусловно, не в интересах Армении и граждан Армении. Господин Баласанян, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»